Друзья, с Каганова интернету, поэтому вам придется перезаписать воскресное богослужение. Я вам хочу сказать, чтобы создать одно печенье, нужно всегда сделать так, что все ученики, которые находятся, где-то у нас есть просто гордница, где-то уже есть самостоятельная поместная церковь. А те служители, те пасторы, они служат людям или проповедникам, они знают, в чем они находятся. Они дают согласно их духовного уровня фундаментальные послания и уроки. Но все служители должны слушать старшего пастора, старшего епископа, чтобы нам всем создать одно большое движение для революционизации. Не только Россия, но и 237 стран, ну, скажем так, русскоязычного населения, где говорят, русского, это в 50 странах мира. Поэтому это создастся как ручки в эту плоду реку и река будет возрастаться. То есть независимо от городов, от поместных церквей, мы будем всегда находиться в одном течении. Вот. И сегодняшняя тема в проблении хотел сказать, что это молитвы. На этой неделе я отдавал уже несколько стримов о молитве. Хотите вы узнать, как правильно молился? И очень много действительно отмечали на черт молитвы. Так вот, что такое молитва? Молитва это на самом деле, это богослужение. Через молитву я встречаюсь Богом. И Господь действительно, когда нас призвал, сотворил нас за того, чтобы мы совершали богослужение. И здесь я уже написал первый пункт, что такое богослужение, которое угодно Богу, или какое богослужение не угодно Богу. Поэтому очень важно не иметь успеха в богослужении. Потому что если мы действительно через богослужение будем встречаться с Богом и получать слово от Господа, то это слово начнет совершаться в нашей жизни. И если оно начнет совершаться в нашей жизни, оно обязательно приведет нас в успех. И Библия очень говорит о том, что есть два разных богослужения. Есть богослужение угодное Богу. Есть богослужение, которое не угодно Богу. И в Иудии 4 главе мы видим что? Что есть богослужение Калини и Алины. Алины Бог служение принял, жертву. А служение Калини, Богу, не принял. Даже Иисус, когда пришел, Он не принимал богослужение фарисеев. Он называл что? Вы гробы окрашены. То есть вы ритуалы, молитесь, еще какие-то вещи делаете, но внутри ничто не меняется. Поэтому почему-то нам осталось. Он говорит, мы забыли суд в милости веры. Всегда в религиозном богослужении люди что теряли? Люди теряли заветы. Правильное богослужение, когда мы держимся за заветом. Какой же завет сегодня нам дал Господь? Какое вручение там, Господь? На каждую полку он давал всего лишь одно вручение. И поэтому мы должны взяться за завет и действительно совершать богослужение, чтобы Божье воле исполнялось в этом мире. И тогда если Божье воле будет исполняться в этом мире, а какое Божье воле должно исполняться в этом мире? Это проповедование. Сегодня не у всех получается проповедование. А почему же не поучаствовать в этом, нет силы в богослужении? Если будет правильное богослужение, у вас обязательно появится саммит. Что такое саммит? Будет Божье воле исполняться, будет открываться перед этой проповедованием. А если не будет у вас правильного богослужения, вы обязательно, как из-за первого конца, пятая глава, вы перейдете куда? Вы перейдете на ямния манера. Ваш особый богослужитель будет сосредоточен на вас, на ваших желаниях и на вашем успехе. Поэтому есть неправильное богослужение и есть правильное богослужение. В правильном богослужении ты становишься нормальным. Почему? Потому что через богослужение ты встречаешься с Богом. Через богослужение ты встречаешься с Богом, и Бог встречает твои мысли. Бог встречает твое сердце, Бог встречает твой дух, и ты становишься нормальным человеком. Не нельзя встречаться с Богом и не изменяться. Поэтому Бог меняет через богослужение тебя и, соответственно, если неправильно в богослужении, ты становишься религиозным человеком. А что Иисус был религиозным? Он говорит, вы окрашены. Сверху мы противоправили, но на самом деле внутри вас цели и ценности вообще не хуже. Естественно, когда ты будешь совершать правильное богослужение, ты никогда не проиграешь. Посмотрите на Библию, на все герои Библии, на Иоанну, на Авраам, на Моисея, на других. Все, которые приходили, разрешали правильное богослужение, они никогда не приходили к рамкам. Но те, кто вообще вступали от богослужения, они никогда не проиграют. Поэтому на сегодняшний момент, если ты хочешь эффективно в жизни, чтобы в своей жизни что-то поменялось, ты должен задать себе правильный вопрос. Как я провожу богослужение? Делаю я богослужение угодное Богу или я делаю это религиозное богослужение? Если цикле я имею победу в богослужение или я не имею победу в богослужение? От этого будет зависеть течение твоей жизни, от этого будет зависеть результат твоей жизни, от этого будет зависеть плоды твоей жизни. Я бы не хотел, чтобы ты, находясь на лице, слушать слово, которое я говорю Божье в твою жизнь, чтобы в итоге ты пришел к рамкам. Но, к сожалению, я вижу, что иногда наше богослужение чисто в воды формально. И люди не могут, я вижу, что тоже приходят к рамкам в своей жизни. Поэтому, что мы должны всегда понимать, чтобы не прийти к рамкам? Мы должны понимать, в чем заключается совет. А совет это в том, что распространять благую весть, передавать благую весть. Это самое важное. Богослужение, на чем мы должны сосредоточиться, на том, что это проповедование? То есть мы должны действительно так совершать богослужение, чтобы достигать проповедования, чтобы проповедование стало смыслом всей нашей жизни. Есть только одна главная цель, которую у Бога есть, чтобы мы проповедовали Христа. Если благую весть. И мы должны понимать, что реклёздные люди всегда... А в чем богослужение на реклёздных людей? Только о запрошлом. И мы должны... Вот эти вещи я хочу, чтобы вы сосредоточили. И вот это вы прекрасно понимали. Что, смотрите, что люди, которые сосредотачиваются и мы над Божьим, они те, как крах. Они вначале, они как бы сосредотачиваются на хорошем и потом уничтожают. Потому что это я в богослужении неправильно. Я в богослужении говорю речь из-за любви. Саос совершил неправильное богослужение. И в чем его пришел? Пришел крах. Хотя бы он помазал на царство. Давид, который совершал богослужение, ходили в голову на эту проблему. Но в итоге он действительно в их богослужении пришел к победе. И что он еще должен знать? Что когда ты будешь совершать богослужение, конец будут в твоей жизни проблемы. Посмотрите на его. Посмотрите на гневую апостольскую церковь. Они все проходили проблемы. Давид проходил проблемы. И вы должны тоже это прекрасно понимать. Как только вы будете совершать правильное богослужение, проблемы придут. Восстанут, может быть, жена. Восстанут, может быть, муж. Восстанут религиозные люди, которые вокруг вас. Восстанут на вас, может быть, даже и государственная власть. Почему? Потому что когда совершается богослужение, богослужение, края обязательно появятся. Религиозные фарисеи обязательно появятся. Почему? Потому что в богослужении будет святить Царство Божье. И, соответственно, будут разрушаться Царство Божье. И вы должны совершать богослужение не обмануться тем, что придут проблемы. Есть и проблемы в вашей жизни. Есть и это то, что богослужение правильное происходит в вашей жизни. Поэтому проблема – это показатель о том, что не чистый дух начинает реагировать, но суть заключается, что ты обязательно придешь к успеху. Обязательно станешь нормально. Обязательно не проиграешь. Обязательно можешь проповедовать. И достигнешь самых важных людей. Вы на этом просто потомки, если даже, если пробовать, вы сейчас это поймете, измените позицию богослужения. Вот я именно это говорил, а просто стесимую веру в инстаграме я писал. И в правильном богослужении я написал, что верим в святую церковь для общения святых. Это не другое богослужение, а в храм, где они богослужения совершают. Я понимаю, что бывает, что далеко где нет собрания святых, но мы должны всегда понимать, что истинное богослужение, когда верующие собираются вместе и вместе, имеют победу в хвале, в молитве, в слове, в жертвах. Это правильное богослужение, которое со святобычным, только на Божьем уровне. Вот такое правильное богослужение. И, соответственно, дальше идем. Какая же тогда молитва должна молить? Есть тоже правильное, есть неправильное. Молитва 6. Молитва 6. Молитва 6. Молитва 6. Молитва 31. 32. Написано что? Не забудьтесь ни о чем. Не ищите. Потому что об этом заботятся. О том, что есть и что пить, об этом заботятся язычники. Естественно, все молятся неправильной холестинской молитвы. Они держатся что? О чем есть? О чем пить? Они держатся за мирское. Они думают о мирском. Они много учат молиться, что молиться много пролонись. Это так легкая жизнь и успех. В молитве много слов, много нужд, много желаний. Я думаю, вы прекрасно знаете всегда там где мешочки. Вот Господь видит свои желания. Если посмотреть эти записочки, о которых просит молиться, в основном в цель стоит человек и горд желаний, его потребности, его нужды. Я сам прошу 23 года. Я вам скажу, если я возьму и призову людей, сказать, пригодите, будем молиться за исцеление больных, за исцеление бесов, за восполнение ваших нужд, за решение в семье их проблем, еще за какие-то людей будет много. Но если я вам скажу, пригодите, будем молиться, чтобы совершалось проповедование, чтобы в вашей жизни совершалось проповедование, людей намного меньше убариться. Почему? Потому что всегда нужно понять, есть молитва угодна Богу, есть молитва неугодна Богу. Есть благослужение угодна Богу, есть благослужение неугодна Богу. И мы действительно должны смотреть, а что же угодно Богу. И что же угодно Богу, мы должны понимать, что какая молитва угодна Богу. Послушайте, это очень важно. Какая молитва угодна Богу? Молитва, которая со святоточниками работает. Иисус сказал такую фразу «Идите и научитесь народу, учаи соблюдать». У многих людей слабый дух и слабая душа. И действительно, вы должны всегда что-то делать? То слово, которое придет в Святый, то слово, которое я даю вам на воскресенье, то слово, которое я даю в Евгении, на духовных вещах, то слово, которое я даю вам Пасху или проповедники учат. Вы должны молиться согласно этому слову. Просто брать вот этот конспект и молиться достойно. Дай мне такое будуслужение. Сделай мне такое, чтобы я не совершал такое будуслужение. Если вы будете только запечатлевать в молитве в себя слово Божье, чтобы оно внутри вас, в руках запечатлялось, применялось, это будет менять вашу сущность. Обязательно. Ты станешь нормальным христианом. Ты станешь именно в мою ситуацию одним духом. Поэтому молиться надо всегда, чтобы слово, которое сегодня я сейчас проповедую. Господи возьми конспект и начни молиться. Молиться, чтобы это стало твоей сущностью. Вот такая молитва важная. Если мы молимся, чтобы Бог изменил нас, и чтобы мы делали то, что угодно Господу, то тогда происходит Матфея 6.30. Ищите, то есть и Царство Божие правды его. Остальное что? Остальное все приумножится. Что произойдет, когда ты будешь молиться по правильной молитве? Свет, Божий Свет придет в твою жизнь. Божье Слово начнет освещать твой дух, Он начнет освещать твою душу, он начнет освещать твой раз, он начнет освещать твои ценности, он начнет менять, и ты станешь учеником. И через этот ученикам поменялся святой народ. Матфея 23, написано, спасешь сына, ибо он спасет людей своих, ибо он пришел, спасти народ свой. То есть через ученика появится много народа. Поэтому очень важно изменить запечатленно, чтобы дух и душа твоя полностью изменились, чтобы ты стал сильным духом. Хочу, чтобы вы понимали, если будет не такая молитва, что вот я сейчас, вот у меня спросите, чем я занимаюсь? Да я постоянно слушаю слово, постоянно о нем молюсь, постоянно запечатлеваю. Если даже я ничего не конца не помню, я два раза слушаю слово, три раза переслушаю слово. Чтобы я полностью понял, важно не просто прослушать, услышать и не понять. Надо услышать, понять и запечатлеть. Потому что какая разница, что ты много что-то делаешь, когда придет плато, все мирское, оно уходим. Понимаете, мирское, нет, какая разница, какой у тебя сегодня успех, и как ты усердно трудишь, и ты можешь говорить, вот у меня есть успех. Да Бог этот успех разрушится, потому что Бог приходит и разрушает. Почему религиозные люди, они разрушаются, потому что они держатся за мирством, они держатся за личностный успех. И заканчивая, я хочу вам просто сказать, что в вашей жизни обязательно будет. Если вы вот эти вещи не поймете, то если вы идете по этому пути, вы придете в крах. Если вы идете по этому пути, вы умолите, вы придете в крах. Если вы спаетесь за это, и за это обязательно произойдет в вашей жизни успех. Обязательно Господь начнет, в самом деле, продолжать. Это Божья воля, это и это, чтобы вы угодно Богу. Это молитвы угодно Богу, чтобы вы именно так молились. Нет такой, знаете, заколдованной молитвы, чтобы нашептать много-много-много раз, а что-то одно и то же быть, и ты говоришь, раз, и чудо. Не бывает такое. Молитва должна сосредоточиться на Боге и Его воле. Вспомните Анну, это 1 царств, 1 глава, 1 царств, 1 глава, 5 стих. Она молилась. У нее не было сына, она молилась, и она встала оттуда. И Бог не давал ей ответы. Почему? Почему? Потому что у Бога был план на Анну. Есть проблемы, которые в нашей жизни, которые мы молимся, и они не решаются. Почему они не решаются? Потому что Бог не хочет. Чтобы в своей жизни это решились. Бог не хочет. У меня в жизни, я могу рассказать вам такое свидетельство, что я часто молился за успех, 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 и у меня не получалось. Я удивлялся. Я всю жизнь зарабатывал деньги. Но не получалось. Я уже на протечение двух лет, я уже попал в долги. Но не получалось. И знаете, почему? Потому что я не проповедовать не хотел. Я хотел любить Бога, заниматься бизнесом, пойду заниматься церковью. Но проповедовать не хотел. И вот я делал так, что у меня в течение этого года вообще ничего нет. Второй год тоже практически ничего не происходит. Пока, знаете, как Анна, она молилась, молилась, без слеза. И я говорю, что пришла как-то в себя, к ответу пришла. Если ты мне доживешь, я посвящу его тебе. Так же в моей жизни было, что я сказал, Господь, если... Мне уже все равно, буду я бизнесменом, или буду, буду богатым, или не буду. Ну и что? Если, ну как бы, ты мне, как говорится, ответишь. Даже не так. Так, знаете, молился и такой сказал. Мне все равно, какими я буду, или вещах, я в любом состоянии буду тебе служить. И знаете, мол, в долговом курсе этого я открыл, вот через некоторое время кафе. И через это кафе я проповедовал люди. И потом открылся, и люди спасались. И это ключ, единственный ключ, который в моей жизни отличается от Бога. Я сказал, пастор, как ты успешен? Ты христианатичен, ты такой сильный. Нет, ребята, если ты сосредоточен на Боге и его воле, Бог даст все необходимое. Он так и сказал в Матвея 630. Ищите прежде Царство Божем. Молиться нужно, чтобы запечатлилый сон, чтобы благослужение было. Запечатлил, чтобы у тебя получилось проповедование. Поэтому Бог дает очень многим проблемам. Потому что у многих свои мышцы, свои планы, это не правильно. И что я начал еще часто, когда здесь написал, на протяжении сегодняшнего, в этой неделе, мне там жалоба есть, вот там проповедник один будет у тебя, вот другой проповедник, когда проповедует, иногда мотикнется. И религиозные люди, они начали говорить, это бесы, это демоны. Если демон в нем живет, значит так можно слушать его слова. И вы знаете, я хочу дать ответ на этот вопрос, потому что весь мир, сатана так это сделал. Он поставил, в заключение, что он поставил всегда, фарисея, что делали? Как Иисус ему всегда говорил? Он должен быть таким правильным внешним, внешнекрасивым одетным. Но Библия не пока не говорит о том, как должен выглядеть христианин. Библия вообще не говорит о том, как он должен выглядеть христианин. Естественно, я говорю не за то, чтобы человек вел аморальный образ жизни. Поймите меня правильно, но надо всегда смотреть, о чем вообще говорит Писание. Писание говорит о чем? Писание говорит о том, что если любой человек, хоть он и не пьет, и не курит, и не матерится, и очень красивый, но не сосредоточен на Боге, ему воля, потому что шеф от властью Санатана. И поэтому эти люди, которые обречают и говорят, там вот это, там то, нибое, а ты смотришь на его жизнь, а он не сосредоточен на Боге, ему воля, и в нем бес, и он служит местом. Почему? Потому что идет путем фресея, путем правильного, путем неправильного служения. А есть люди, которые сегодня, да, может быть, ничего недостаточно изменились, потому что у каждого человека есть прошлое, запечатленное, есть настоящее. И Пармин вопрос, что, где я человек, кто меня избавит, а все мы делаем раз. Чего хочу делать, не делаю, чего ненавижу, делаю, из нас власть, это, наверное, запечатленное. Но Бог не смотрит на это, на то, что в нашей жизни какие-то недостатки. Бог вводит на сердце или на махины. На чем сосредоточен день? Когда посмотрел на Давида, он сказал, нашел я человека по сердцу, который исполнит желания мои. Поэтому, может быть, Давид был не маленький такой, неказистый был, у него были проблемы сексуальные, еще какие-то моменты. Но Бог прощал, Бог миловал. Но почему? Да он исцелял, наверное, потому что он говорил, что этот человек по сердцу не был. Да, он был где-то ошиблся, он покрался, лоб его просил. Дальше, почему? Потому что я не найду этого человека другого, который бы так славен был на меня, так сосредоточен был на меня. Поэтому, что мы должны действительно сегодня прийти, с какого понимания мы должны прийти? Что, если мое богослужение не сосредоточено на исполнении Божьей воли, хоть я идеально красивый, богатый, успешный, и люди вместе с тем, богатый, богатый, милый, что? Я все равно, пусть, поквастился. И Бог, Он взял, говорит, мне сынных мира своего немощных признал, которые смотрели и говорили, кто это такие, ученики, я поздно, кто это такие? Они не знали, в чем-то непонятное, где-то. Но Он вложил в них слово свое, завицу, я не изменил этот мир, Бог был с ними всегда. Поэтому, когда говорят, они поручат имя Бога. Знаете, самое большое поручие имя Бога, когда приходится церковь. Ты смотришь, что пастор постоянно сосредоточен на том, чтобы вдохновить, ободрить людей и угодить людям, чтобы у людей было все во имя Иисуса Христа. И вот это служение Ему угодно Богу. И это служение, оно придет прав. И Бог не любит это. И надо действительно понимать, какое же Он угодно и Богу. Может быть, там еще и сильное прославление, может быть, еще не популярное, но прославление, где люди сосредоточены только на Христе, только на Воле. Понимаете? Божье имя можно создать тогда в мире. У людей очень не Божьей цели, не Божьей миссии. Поэтому, в чем Божья миссия? Чтобы мы все знали, что Иисус есть Христос. Что Иисус разрушил голодь дьявола. Что Он мылдал все духовные мертвы. И что Иисус пришел уже решить трюльную проблему. А если Он пришел и решил трюльную проблему, мы должны совершить богослужение, запишите с Него слово и начать проповедовать. И что произошло, когда Анна отдала сына? Вы знаете, есть молитва Назарея, Он был Назарея. Есть и есть. В Назарестве есть две вещи. И какие две вещи есть? От целей, от задач, от желаемости. Все, что люди в этом мире, чего они желают в этом мире, что в мире? Чтобы у них все было хорошо и не было проблем. Вот чего они желают. А Господь, говорит, не любите меня. Не того, что умеет. И второе значение это отдать. Поэтому, Римлян 12 глава, написано, умоляю вас, братья, Малозелие Божие, представьте тела вашим, жертву, живую, святую, благородную, господу, для разумного служения ваше. Отделись от ям, не мое, от людей 3, 6, 11, говорит. Отдай свою жизнь ради той цели, замешать Богу служение, молиться, чтобы запечатлевало слово. И не смотри, что есть проблемы. Если у тебя есть проблемы, значит, есть Божье призвание. И проблемы, они даны для того, чтобы ты выиграл Божий Пан. А Божий Пан вот здесь он заложил, вот он Божий Пан. Вот здесь он заложил, вот в этих вещах Божий Пан заложил. Потому что Евангелие 9, 9, написано, что Бог хочет, чтобы мы верили, что Иисус здесь происходит. Чтобы мы вошли в завет, вошли в миссию, чтобы только в Иисус здесь был более, самый главный в нашей жизни, был проповедник, и чтобы получалось в нашей жизни. Богослужение получалось в нашей жизни. А чтобы пришло в богослужение, куда надо войти? В горницу. В горницу. Что такое горница? Это ученики, которые сосредоточились на Божье море. Они вошли 120 человек, потому что они взяли в свою миссию и решили моляться, чтобы эта миссия выполнялась через их жизнь. Не 500 человек, которые видели Христа, не тысячи, которые кушали, гриба и стрелялись, а те, которые вошли в бурницу. Вот на чем Бог сосредоточен мир. И когда вот человек в бурницу зайдет и для себя примет вопрос в миссии, тогда что произойдет? Написано, что он святой сойдет к нему. Я раньше не всегда думал, что вдруг святой, это вот это шара-бара-бара-бара-бара. Ну, иногда есть церкви, которые прям так сильно на языках молятся. Но если ты посмотришь, они будут эти богослужения, они служения правильные, они все за свое. Догослужения, как и Дух Святой. Дух Святой сошел для того, чтобы, что? Деяние Тимозик, чтобы они принесли внутрь проповедований, и Деяние, вторая глава, что? Царство Божие сошло. Царство Божие. Куда приходит Дух Святой, туда приходит Царство Божие. И три тысячи человек имени Христа. Три тысячи человек имени Христа. И церковь нам начало с ним распространяться. Поэтому, если вы хотите действительно движение, вам надо на такие пользы, пока не сойдет Дух Святой, пока не сойдет Дух Святой, пока не сойдет Дух Святой, не сойдет на места действия и не начнет проповедовать, вот это все в вашей жизни начнет получаться. Надеюсь, вы получили благодать. Пишите обязательно свои формы. Можно совершать свои пожертвования. Если вы получили благословение, наставляя вас или всяким добром составляющим, делайте репосты, всего доброго, давайте помолимся. Господь, поблагодарю тебя за то, что ты призвал нас в этот мир, за то, что вошел в наше сердце. Дай нам действительно осознать это слово, чтобы мы действительно совершили то благословение, которое будет иметь победу, будет менять нас, делать нам встречу с тобой. Просим, чтобы слово твое запечатлилось и укрепилось, изменили наши цели, ценности, мотивы, нашу сущность, наполнили наш дух, изменили нашу душу. И мы хотим, чтобы Дух Святой зашел в нас, чтобы у нас получалось проповедование, чтобы появилась команда, которая будет совершать проповедование и разрушать Далдья. Во имя Иисуса Христа, молимся. Аминь.